ТАТИРА ТИНДОТА ТАТИРА ТИНДОТА Всем привет, дорогие друзья, и добро пожаловать на канал «Коротко, а не коротком». С вами Кин, и пора включить воображение. Сериал перенесет нас во Флоренцию 15 века, где мы познакомимся с еще никому неизвестным, зажатым и отстраненным юношей, обладающим невероятными талантами. Леонардо да Винчи, который только начинает свой долгий и тяжелый путь становления, и известным на весь мир творцом, художником, изобретателем. Каждый эпизод сериала посвящен одному или нескольким самым значимым достижениям Леонардо. А сама история крутится вокруг убийства Катерины Декремона, натурщицы и друга Леонардо, в смерти которой обвиняют самого художника. А вот виновен ли он, и что случилось на самом деле, вы узнаете в сериале. Детективная линия Не стоит тут ждать динамичности Шерлока, так как она идет скорее просто нитью, связывающей истории о Леонардо. То есть нам в начале серии дают затравку, в конце небольшой итог, а между делом история. Правда скажу сразу, я не большой фанат истории жизни Леонардо, а поэтому я не знаю до точности всех дат и имен важных для этой истории. Но при просмотре я сверялся с разными сайтами. И скажу так, истории, показанные в сериале, правдивы, но разнятся в деталях. К примеру, как писал Леонардо, Джакомо пришел жить со мной. Ему 10 лет. Согласитесь, не совсем сериальный Джакомо тянет на 10-летнего, но при этом факт их знакомства показан. Дальше описывается, что Джакомо обокрал да Винчи. Это есть в сериале. О чем ты только думал? Я бы не пришел, не ограбь ты меня. Где мой дневник? Отдавай. А вот то, что его привел отец-бедняк, нет. В сериале Джакомо сам пришел как натурщик. Думаю, вы понимаете, к чему я клоню. В целом, исторические факты сохранены, но в угоду сюжета подкорректированы. Да, если у вас проблемы с принятием современных трендов, то предупрежу. Леонардо гей. Но, что интересно, это не сделано в угоду современным трендам. Так как, судя по тому, что я узнал, он и в жизни проявлял внимание к симпатичным юношам. И его небольшой спойлер арестовывали за гомосексуализм. А вообще, хоть он и проявлял внимание к юношам, он скорее был асексуален. И, как таковые плотские утехи, его не особо-то и интересовали. Единственное, что в сериале вызывает вопрос как такового существования в реальности, это Катерина Де Кремона. Так как, пытаясь найти про нее информацию и вбивая ее имя в поисковик, меня постоянно выкидывало на сайты с сериалом. Но, углубившись чуть сильнее и найдя один итальянский сайт, я узнал, что Катерина Де Кремона существовала. Только вот записей в тех же дневниках да Винчи про нее крайне мало. Так что могу предположить, что по большей части, ее сюжетную линию создателям пришлось додумывать. Хотя, в целом, сериал снимался с консультациями историков. Но, вообще, создатели нигде не заявляли, что они покажут 100% достоверную историю. Как ни крути, отчасти это художественный сериал. И если хотите чего-то более правдивого, то ищите документалки. Ну, либо же можете глянуть Леонардо да Винчи «Неизведанные миры». Довольно интересный фильм. Лишь ты сумел изобразить человеческие чувства в виде божественного таинства. Целью же создателей было показать гениальность Леонардо, отметив его достижения в эпизодах. И, как по мне, они с этим справились, так как у меня тут случился приступ хода королевы. Что там, я, человек не шарящий в шахматах, с удовольствием смотрел за игрой. Что тут, хоть я и небольшой фанат живописи и статуй, но за процессом их создания смотрел с неподдельным интересом. Хотя, когда сериал отвлекался от творений Леонардо и начинались какие-то межличностные моменты, то лично для меня сериал немного провисал. Я все еще смотрел с интересом, но не с таким сильным. Теперь взглянем на сериал с технической стороны. Что касательно визуальных эффектов, то их тут не так много. Зато, чего тут много, так это прекрасных видов и затягивающей атмосферы. На руку которой играет и классическая музыка. Что до актеров, то как таковых особо громких имен тут нет. Но есть парочка знакомых многим. Таких, как, например, хороший доктор Фредди Хаймор. И для кого-то гном из Хоббита, а для меня красавчик вампир из Быть Человеком, Эйдан Тернер. И если первого в сериале не особо много, то вот второго можно оценить во всей красе. Ну и подведем на этом итог. Леонардо это сериал, который смогут оценить не только фанаты живописи, но и обычные зрители, такие как, например, я. Атмосферный проект, погружающий в эпоху создания чего-то прекрасного. Ближе знакомящий нас с жизнью одного гениального творца. Леонардо да Винчи. Но, если вам охота чего-то более захватывающего, мистического, динамичного, то могу посоветовать другой сериал. Демоны да Винчи. Скажу сразу, сериал далек от реальности. И является скорее фэнтезийной псевдоисторией. Но это делает его только более захватывающим. Я когда-то давно смотрел первые два сезона, но, насколько помню, пока ждал выхода третьего, то благополучно про него забыл. Походу, надо наверстать упущенное. Ну, а на этом у нас все. И всем большущее спасибо за просмотр. И если вам понравилось данное видео, то сотворите шедевр, подпишитесь на канал и поставьте свой невероятный творческий лайк. А также напишите в комментариях, про какого творца, ну, либо же про какую выдающуюся личность вы хотели бы увидеть биографический сериал. Ну, либо же просто напишите любой комментарий, это помогает продвижению видео. Ну, а в описании для вас я оставлю ссылки, по которым вы при желании можете поддержать канал. Также в описании вы найдете основную информацию про сериал и ссылки на мой инстаграм и группу ВК, в которые мы выкладываем различные новости кино и сериалов. Ну, а я же, как обычно, пожелаю вам только интересных сюжетов и увидимся в следующей серии. Пока! Прошу вас, отдайте. Че, это? Отдайте. Возьмите. Что? Ну же.